Трактор падал в реку отсюда с высоты больше четырех метров. Резкий обрыв на берегу щары в трех километрах от родной деревни одного из погибших 57-летнего Дмитрия. Односельчане, говорят, его и второго пропавшего Геннадия искали всем миром. Видели, как они садились в трактор вместе. Но никто не мог подумать, что мужчины будут ехать вдоль реки, где обычно зимой даже ходить небезопасно. Где-то как-то подрабатывали, как могли. Жить-то всем надо, ну вот так. Ну неплохие ребята, хорошие, нормальные. Далкосами не были, но они не покидали. Каждый был в компанию, чтобы машины помогут. Их нашли в один день, но в разных местах. Одного в реке, а соседа на болотистом участке неподалеку. Он не дошел до дома всего 500 метров. Мужчины жили поодиночке, без семей. Работали когда-то в одном хозяйстве. Говорят, поэтому и общались. Он мне ничего не сказал, не позвонил. Я к нему звоню, я говорю, все, жив, здоров, нормально, братец, все нормально. Говорю, ну ладно, позже позвоню. На тебе же раз два дня, вот такая беда. Все, откуда я мог знать что-нибудь, что такое случится. Как я знал, то я приехал бы, приполз бы, я говорю. Связали ли смерть односельчан, теперь предстоит выяснить следствие. Местные уверены, да. В подтверждение факт. На Геннадии не было сухого места. Так промокнуть в болоте он не мог. Скорее всего, сумел выбраться из уже тонущего трактора. Дмитрию повезло меньше. Следователи назначили проведение криминалистических экспертиз, которые позволят установить обстоятельства и события произошедшего. Следователи опрашивают жителей соседних деревень, собирают материалы, характеризующие личности погибших. По результатам проведенной проверки, произошедшему будет дана правовая оценка. Пока единственное, что может пролить свет на обстоятельства случившегося, результаты судебно-медицинской экспертизы. Деталь, согласно уже полученным данным, именно причина гибели мужчин не одна и та же. Проведено предварительное исследование трупов граждан Мостовского района, смерть которых предварительно наступила от утопления и второго гражданина от переохлаждения организма. По предварительным данным, смерть указанных граждан наступила за несколько суток до их обнаружения. По данным специалистов, трагедия произошла еще в выходные за двое суток до обнаружения тел. Был ли алкоголь в крови кого-либо из погибших, станет известно только через две недели после гистологической экспертизы. На завтра же в Макарах назначены похороны. Людей будет немного. Старожилы говорят, теперь деревню можно считать почти вымершей. На два десятка домов осталось всего три жителя. Надежда Завиновская, Александр Божуков. Наши новости. Гродненская область.